Мистер Фрей На данный момент мы якобы должны знать полный код. Код из животных. Правильный, как сказать, правильный порядок или что-то подобное. Нажатие клавиш на камнях с животными и каких именно животных надо нажимать. Большинство из них легко понять. Например, в одном месте мы видели тюленя. И прямо рядом с этим тюленем есть, соответственно, круглый камень, который можно крутить и увидеть, что тюлень соответствует этому камню. Только что мы видели рыбу. Вот эту рыбу уже хрен поймешь, честно говоря. Я так и не понял, как же понять, что именно ей соответствует, например, камень, который, по-моему, находится в деревне. И вроде бы этого я так и не понял. Ну вот, например, камень с лягушкой понять очень легко. Там действительно везде прыгает лягушка и камень с лягушкой. Камень с жуком понять очень легко. Там жук, помните жука, хранительный жук. И там тоже крутяшка с жуком. Если я ничего не путаю, по крайней мере, по-моему, все-таки именно так. Короче, я к чему все это говорю? Смотрите, действительно, вот этот звук, он означает именно то, что опускается и поднимается лестница. А вот, получается, когда мы разворачивали и выходили к двери, было слышно, и мы ждали, когда поднимется лестница, и потом смогли спокойно выйти через лестницу, хоть она и типа была поднята. Ну, это так, конечно. Я даже не верю, что это огрехи. Может, это такая специальная подколка, чтобы никто не заметил. Подколка, я имею в виду, прям создателя самого аппарата, естественно, не только игры. И даже не столько игры. Страшную вещь, я вам скажу. Скорее всего, вы на этом видео уже видите, это последнее видео или нет, но я так предполагаю, что оно, скорее всего, последнее, если не считать этих дополнительных концовок. Думаю, если я буду делать дополнительные концовки, то только отдельное видео, а может, даже и не буду делать вообще, не знаю, что-то не хочу. Там слишком много, я почитал, капец. Но, в общем, короче, отправляемся вперед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Более того, я, кажется, понял Зачем мы искали Вот эти вот координаты куполов Ну, вот таких крутящихся Куполов с книжками Боже мой, мы вообще где? Что? Чего? Что? Что? Ладно Вверх Где я? Что происходит? Я попробую пойти вперед Что это такое? А это... Это рот Я припоминаю, было же... Это рот Это тот самый рот Охренеть Серьезно? Вау Я даже, пожалуй, не буду здесь подниматься наверх По-моему, мы наверху уже были Я помню этот рот Он мне очень нравится Угу Ё-моё Жесткая вещь, конечно Напоминает ту самую рыбу Которую мы видели Может быть, она как раз и считается Местной, не знаю Мегатварью Типа акула какая-нибудь Или еще что? Похуже Выглядит точно похуже, чем акула Так Нам куда? Нам, на самом деле, надо в деревню Это деревня или нет? А, вон чувак Ну да, да, знаю Ты все трубишь о том, что я приближаюсь Ну ты же уже трубил Ты че? Вообще Я, наверное, вам уже сто раз рассказывал Но мне, конечно, очень впечатлило Когда мы с одним другом залезли На огромную вышку Ну как огромную? Не то, что прям суперогромную Она прям качалась Это какое-то такое прям воспоминание всей жизни Ну не ладно, не всей жизни Но очень-очень глубоко засевшая Вот она, вот эта вот лесенка чудесенка По ней мы лезем вверх Залезли И теперь идем в пещеру Нам предстоит нажать на разных рыбин И прочих штуковин Так, вроде сразу же жмем сюда Кажется Да, по-моему, да Господи Это так странно выглядит Это мне, конечно, друну напоминает Тоже вот эти вот Всякая грязь Подводная стрёмная хрень Когда я вижу подобную, знаете Ну прям Вот не просто грязную графику А прям вот Заржавелую Жутко разъехавшуюся Грязнющую графику Я, конечно, сразу Вспоминаю друну И вы, конечно, можете подумать Что это не комплимент Но это Страшное дело Но это всё-таки комплимент Так, здесь мы идём, естественно, направо Можно было налево Но там мы уже были Жалко, что игра уже на самом деле кончается Вот мы её, можно сказать, прям пробегаем Ну чтобы не было слишком много блуждания В одном и том же месте Но, конечно Достаточной степени в неё погрузиться Ну, в какой-то мере получается В какой-то мере Так Я тут себе даже более-менее записал Каков правильный порядок животных Вот первое животное Я, честно говоря, вообще не очень понимаю Откуда мы его берём Но откуда-то берём Вообще, где оно тут? Я что-то его не вижу А, вот оно Да Дальше идёт жук Ну, жука мы знаем и любим Мне очень её нравится Это очень круто, на самом деле Хоть это и странно Что мы именно по животным нажимаем эти кнопки Но животные очень классные Каждое из этих животных действительно Произвело на меня огромное впечатление Поэтому да Лягушка Тоже очень милая и клёвая была Тюлень Испугался и убежал Это не он Но он похож на... Нет Так, где же он? Вот он И, наконец, вот эта вот рыбина Которую мы видели с вами в прошлый раз Большая Стремная Зубастая Зублезубая Я не знаю, как ещё С бивнями, короче Жуткая рыба Но всё равно очень красивая и приятная Знаете, что самое страшное? Покажется, это вода Ну что ж, а вот и, кажется, даже... Книга Да, книга Полусожжённая Страшная книга Ведущая Вообще не пойми, куда Мне какое-то сообщение пришло Ну-ка, ну-ка А, это... Да, я перешёл на другой Тариф Йоты Это всё-таки завершилось Я сохранюсь, пожалуй Мне страшно 8 Enter Продолжить Нет, я имел в виду продолжить Так, мы там не можем оглядываться Здесь мы уже оглядывались О, что? Что? А, показалось... Или не показалось? Вода отлилась сюда Она как бы блокировала проход И она отлилась назад Вполне возможно Это ещё потрясающе, что Игра называется Ривен А на обложке, по-моему, как раз именно это Странное дерево А это не остров Ривен Чпоньк О, Господи А вот я и здесь Честно говоря, мне здесь не нравится Я не знаю, что я здесь забыл Я бы лучше там гулял Мне страшно Я кофе перепил И правда стрёмно, что-то Стоп Проход назад Окей Я вообще-то просто хотел пойти назад просто так Наверное, я просто не мог идти вперед Мы загрузимся, наверное, и попробуем попозже На лодке поплыли? Внутри, моп Ну все хорошо, когда приходишь в себя Кстати, я теперь понимаю, что скорее всего, конечно же, забуду в прошлое видео вставить ту музыку, которую хотел Ну ладно Реально, я хоть снова-снова ее вспоминаю, но вряд ли я настолько хорошо буду помнить, что происходит при монтаже Тарелка, жалко без еды Вечный любитель поесть А, вот я как раз могу видеть хоть что-то через это огромное странное дерево, которое чуть ли не каменное или что-то такое Я не могу выйти Но я могу видеть другие подобные деревья и другие подобные здания Кстати, чем-то это даже напоминает жизнь именно в Ривене Кажется, сюда, наверное, хотел просто всех ген перевести Я так предполагаю Ну кто-то просто ходит Выйти нельзя Наверное, надо ждать У моря погоды Можно лежать, смотреть в потолок Можно не лежать Катерина Да, со мной в этой игре примерно так все общаются Так, у меня три книжки теперь Первая у меня уже была, а это я закончил читать Это что? Это дневник, это я понял А это... А это... Да, да, да Это типа книга в этот самый В Дени В Дени Это книга в Дени, конечно же Тот самый зал из начала пятого места Который я никогда не забуду Потому что я вечно в нем застревал Так, бессмысленно снова и снова сохраняться Но я, тем не менее, буду это делать Итак Первым делом имеет смысл мне вот это все прочитать, наверное Здесь записка в записке В записке записка Записка в записке записка Господи, как много текста Господи, как много текста Боже мой Так А имеет ли у меня смысл, может быть, это прочитать не прямо сейчас Ум... Что-то насчет Катерины Ну что непонятно И она мне дает еще одну книжку, через которую можно пройти И вот это как раз те самые камушки, о которых писал Ген Что типа нужны были какие-то усилители на книжке И вот эти камушки срабатывают замечательно Вместо его огромных куполов Которые еще и там какую-то энергию берут из миров Что-нибудь подобное О, еще один человек, смотрите Кажется, он на меня посмотрел Но я даже не уверен с такого расстояния Так и пью, кстати Знаете, что я пью в последнее время довольно часто Ну, по крайней мере, когда я чувствую там слабость Недомогание какое-нибудь Духовное Или же физическое Я пью кофе С чаем Гринфилд Саммер Букет И кладу туда довольно много подсластителя Сахарозаменителя Эритрит Со стевией, который в три раза слаще сахара Вот этот вот безумный рецепт Можете где-нибудь запомнить Кофе, естественно, имеется в виду Растворимый И чаще всего Больше всего мне все это нравится пить в остывшем варианте Вот такая вот страшная вещь Которую я вам рассказываю И может быть даже кто-нибудь когда-нибудь попробует Или, по крайней мере, послушает и ужаснется Это уже неплохо Бадыш Ооо Эта книга приводит прямо сюда Я даже не сразу понял Но теперь вижу Как интересно, здесь уже нет воды И здесь тоже нет воды Но Здесь ее не должно быть Окей Что будет, если я перемещусь сюда? Я, скорее всего, буду заперт Если перемещусь сюда Потому что это, скорее всего, та самая книга Ловушка Которую я несу для Гена Ну, тем не менее Нажать-то хочется Что вообще происходит? Это, наверное, Ген Больше я ничего не понимаю А, окей Окей Да Недолго мы разговаривали Извините Честно говоря, когда я читал про Гена Мне представлялся гораздо более посредственный человек Но, когда я познакомился с его творениями на Ривене Они хоть и уступают в своем величии творениям и простоте, и удивительности Магичественности уступают творениям Атруса и Екатерины Да и сам Ген Человек стрёмненький, конечно Но, чёрт побери Харизмы и его творениям и ему самому не занимать Да, очень хорошая музыка Но идите вы нафиг, а А, отмена А загрузить-то как? А, блин, да отмена Чёрт Ладно Я выключу тогда целиком Всё Должен сказать, я крайне впечатлён Ривеном Просто как... Вау Серьёзно Вау Ривен Вау Ай, страшное дело Нам явно нужно двигаться дальше Но мне также нужно прочитать дневник Катерины Что же делать? Я просто хочу прочитать дневник Катерины Ближе к концу Чтобы вы могли его как бы не слушать С другой стороны, это бред Если я хочу закончить на этом видео Весь, так сказать, цикл Ривенский Даже не знаю Даже, даже, даже не знаю Я, кстати, из чистого интереса Как и обещал, вернулся сюда Да, действительно, мы вообще не можем двигаться вперёд Что это за место? Что это за мир? Ген явно живёт не здесь Да и не на Ривене живёт Ген Ген, как мы видели, живёт вообще где-то в другом месте И та книга-ловушка Это как будто бы не та То есть они оба посылают друг другу книги-ловушки, получается Это не та книга-ловушка, которая книга-ловушка для Атруса Которая тоже выглядит как этот самый, как Дени, город Дени Нет, это другая книга-ловушка, которую построил теперь уже Ген для Атруса Который тоже видит как остров, то есть мир Дени Хотя я говорю мир Дени, но, по-моему, город Дени находится на нашей планете Это наш мир Просто подземный город Интересные птицы огромные Хорошо, что я загрузил Хоть мы на птичек посмотрели Хотя это даже не совсем птицы Это что-то похоже, не знаю, на птеродактилей Хотя динозавры — это птицы Их даже больше не делят Это типа один и тот же вид, по-моему, даже уже теперь Помните этот огромный мега-купол? Супер-купол! Если я ничего не путаю, по-моему, он чуть ли не запитывает остальные куполы Или хрен знает, что он там делает Где-то здесь, где-то в этих дебрях Есть место Место, в которое я хочу попасть и в котором я уже был Но я не помню, как в него попадать Место это с шариками Мне нужно вместо с шариками Потому что я Теперь типа знаю решение головоломки с шариками Так, это явно не то место Я думал, честно говоря, что Место с шариками где-то здесь Но теперь я уже совершенно не уверен Смотрите-ка, купол здесь есть крутящийся И все-таки я ошибался Я сказал, что это место запитывает шарики Но, то есть, ну, в смысле, купола Но нет Ну как? Ну это может быть Но только если я залезу наверх И там будет то, что мне нужно Но я уже не уверен, что оно там А где оно, если не там? Я что-то окончательно потерялся, честно говоря Ривен меня, конечно, потрясает Но, господи, эти объемы О, боже, что? Куда? Вниз? Я думал, мы поедем наверх А, что? Может мне сюда надо? Я что-то очень сильно сомневаюсь Что мне сюда надо Так Здесь есть Сюда А, ну нет Сюда мне не надо по понятной причине А, черт Воистину в этой игре долбанешься Смотрите, куда мы вернулись Это самое-самое начало игры Потрясающее место, конечно Так вот Нам, по всей видимости, сюда и надо Сейчас я постараюсь все это пропустить Вот так Пропустил Теперь мы здесь И теперь Лестница идет наверх А не вниз Потому что она там поднята И вот теперь мы действительно залезли на самый верх купола И вот здесь Есть вот это место Я все-таки до сих пор считаю, что Купол запитывает остальные купола Гигантский купол То есть И вот эта головоломка Это вообще супер безумная Мега твою мать головоломка То есть Некоторые вещи здесь легко понять Например, если вообще понять Что это как раз расположение куполов То дальше становится не так сложно Потому что Если мы вообще знаем Что мы на общей карте мира Ищем купола И это единственное место Где есть еще одна сетка То здесь остается только Расставить местоположение куполов На общей сетке Это, в принципе, норм, потому что мы понимаем, что вот за этот остров... Да, он здесь даже помечен, видите, вот этими чёрными линиями. Вот этот остров, вот этот остров, вот этот остров, вот этот остров. На каждом есть купол. И дальше уже по внутренней сетке координат мы тоже более-менее понимаем, где этот купол вообще, зараза, такой находится. Вот. Но, знаете, что действительно... Ну как, ни странно, ни страшно, ну сложно. Это понять, какого цвета должен быть каждый купол. Короче, прикиньте, жёлтый не используется вообще. Вообще. Именно жёлтый. А остальные используются некоторые как по цветам. То есть я должен был как-то, должен был быть, понять вот по тем... Вот там, где рыба плавала, по тем лампочкам понять, какой купол где. Более того, я там находился уже на каком-то острове. Соответственно, раз лампочка загорелась уже на том острове, это был остров с картой. Видимо, как раз... Давайте я проверю свою логику. Если это был остров с картой, то это должна была быть оранжевая лампочка. А была ли эта оранжевая лампочка? Ну, здесь она скорее даже более красная. Капец. В общем, это, конечно, ужас. Ну ладно, может быть, можно было это как-то всё понять. Ну, что-то я как-то кое-что, конечно, понимаю, но кое-что, честно говоря, не очень. В любом случае, вот, собственно, за этим нам и нужны были координаты. Это вот здесь вот на острове карты. Это у нас что? Это остров с деревней. Вот здесь у нас находится купол, который помечен красным. Красной лампочкой. Зелёной лампочкой помечен купол, который находится вот здесь. А какой это остров-то, блин. В общем, остальные острова я уже хуже знаю. Фиолетовый. Ой-ой-ой, сейчас-сейчас-сейчас. Фиолетовый вот здесь. И синий вот тут. И типа вот это вот правильно. И вот мы вот это сделали. И теперь мы, наверное, можем на что-то нажать, наверное, или нет. Не знаю. Вот сюда. Нет? Нет. И чё? И чё? Это правильно или где? А, вот ещё одна кнопка. Но она... Она не срабатывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я ошибся Вот так вот надо Вот так вот правильно Скорее всего Господи, кажется ему захорошело Что-то явно произошло И что-то очень мощное Теперь энергия поперла Энергия поперла По всем куполам И теперь любой купол меня приведет Куда-то Я не знаю куда Ай-яй-яй Как вы думаете, какой из куполов Мой самый любимый? Мой самый любимый купол Находится в лесу Так, ты иди нафиг Он находится в лесу Мне очень интересно, кстати Вот я помню, можно же было сюда как-то залезать Ой Вот левую мы потянули А, а, и теперь он просто управляет Ну это все ерунда Это мы просто божественно управляем деревней Это все фигня Извините, что я так все резко быстро переключаю Просто Когда сюда бежал Хотел как можно быстрее прибежать Вот, мне, конечно же, очень нравятся именно Вот эти навесные помосты В лесу Лес, он, конечно, такая штука Странная Стремная В плане там Кусучих-кусючих Насекомых Но, блин, я так люблю зелень Я не могу Я с ума схожу Серьезно Поэтому я больше фанат именно этого места Нежели какого-либо другого Купол здесь уже остановлен Тем более Вот, и все совсем прекрасно Туда мы не пойдем Там не так клево Даже не знаю, куда же мне посмотреть Здесь нет такого, чтобы Можно было куда-то прям посмотреть О! Огромный меч Проход Отлично Вот это замечательное место Ай, я уже не уверен Что у меня получится Именно в этой ведюхе закончить Ривен Черт его раздери Эх Нам Даже жалко В любом случае Надо уже здесь сохраниться Это точно Я делаю кучу отдельных записей Потому что Здесь вроде бы много Разнообразных возможностей Закончить игру А-а-а Поэтому не хочется Ни одну возможность упускать Как бы, чтобы была возможность Загрузиться в любой Предыдущий момент Вот Кажется, придется читать Давайте я проверю По времени Да Да Действительно, пора читать Неделю назад Я переместилась на Ривен Прежде чем я успела Что-либо увидеть Я почувствовала Запах этого места Мои глаза Еще не четко Различали Окружающие предметы Я стояла Неподвижно Всматриваясь В призрачную завесу Которая Медленно поднималась А вдруг Раздался Неприятный скрежет И передо мной Появилась Железная преграда Ну Самое точное Так же было Я помню Что дышала Медленно И очень глубоко Вспоминая Знакомый воздух Ривена Но не узнавала Ничего вокруг Должно быть В этот момент Меня что-то Ужалило Я подумала Что это Насекомое Я пыталась Восстановить Все в памяти Но это Очень трудно Возможно Из-за моего состояния Я услышала Чей-то голос Мужчина Совершенно Незнакомый Стоял передо мной Ревенянин Хотя Одет он Был в одежду Дани Казалось Он что-то Говорил мне Но я Тоже Подействовал И я уснула Потом Послышалось Множество Голосов Как будто Шептались Сотни людей Но я Ничего не понимала Я Не могла Проснуться Не имеет Значения Ведь Сон Кончился И теперь Я здесь С Ети Это видимо Та девушка Которая принесла Мне Этот дневник Прошло Столько лет Я даже Не отдавала Себе Отчет Как я Скучала Без нее Как будто Она часть Меня Которую Я забыла Потеряла Чего Она прекрасна В ней Столько Душевного Тепла Но Немилосердные Годы Может Это Матя Трус Оставили Глубокую Рану И у нее Хотя Матя Трус По-моему Умерла Чего-то я Запутался Я не знаю Унося Все дальше Прекрасную Пару Нашего детства Подруга Значит Мне бы Очень хотелось Чтобы она Больше Так это Потом Интересовалась Мной Такое Впечатление Что я Задаю Массу Вопросов Но Никогда Даже Не Спросила Наверное Где Я Была И что Делала Все Это Время Ничего Не понимаю Это Обидно Но Я Понимаю Их Вера Рождена Невежеством И Угнетенностью Окей Их Жилища Были Уничтожены И теперь Они Ищут Защиту И у Любого Кто По их Мнению Может Спасти Их Что Но Почему Они Выбрали Именно Меня Я Смущена Еще Будучи Ребенком Я Не Чувствовала Своей Принадлежности К этому Месту Они Меня Неправильно Поняли А Я Не Смогла Им Все Объяснить Но Сейчас Меня Угнетает Ощущение Что Я Обязана Всем Этому Месту И Им Ну да Я Помню Это По-моему Именно Она Написала Ривен И Сейчас Она Вроде В заточении У Гена Что Такое Я Думала Что Больше Никогда Их Не Увижу И Все Я Здесь Мне Был Дан Второй Шанс Но Для Чего Спасти Их Воплотить Их Мечты Быть Для Них Богом Мой Ети Что Атрус Хотел Чтобы Я Записывала Все Что Узнаю О них Кое Что По крайней Мере Мне Удалось Такое Впечатление Что Большинство Жителей Были Свидетелями Того Как Много Лет Назад Мы С Атрус Заточили Гена На Ривене Двое Ривенян Видели Нашу Борьбу На Краю Разлома Когда Я Возвращалась В Мист А Атрус Бросился В Бездну Конечно Они Мало Что Могли Понять Из Того Что Они Увидели Но Каким То Образом Они Догадались Что Мы Победили Что Ден Вовсе Не Бог А Жалкий Самозванец Мы Заточили Его На Ривене Ну да Ден Всегда Любил Изображать Из себя Именно Бога Создателя Мира И Властителя Его Хотя У него К сожалению Не до Конца Получалось Нормально Писать Но Черт Побери Вот В этой Игре Чувствуешь Все Таки Мощ Этой Личности Определенную Да Он Страшно Проигрывает Им Нормальным Ты Людям Ну Здесь Он Впечатляет И Дела Его Тоже Впечатляют Хоть Он И Урод Полнейший Я Всегда Надеялась Что Они Сами Сделают Этот Простой Вывод Но Их Дальнейшее Поведение Поразило Меня Атрус Разоблачил Гена Отнял У него Власть Значит Он Настоящий Бог Господи Ужас Будучи Богом Он Ведена В ранг Божества На Ривене Навсегда Таким Образом Мой Йети Как они Сами Себя Называют Создали Общество Непримиримых Врагов Гена Офигеть Я Совершенно Не Представляла Что Они Думают Обо Мне И О Атрусе Пока Два Дня Назад Йети По Какой То Причине Не Решила Рассказать Мне Об Этом Конечно Всем Было Совершенно Очевидно Что Я Должна Быть В Курсе Того Что Имею Статус Бога И Они Сообщили Мне Об Этом Я Поняла Это Когда Присутствовала На их Недавнем Собрании Когда Была Приглашена Куда Была Приглашена Я Сидела Перед Слабо Освещенной И Заполненной Людьми Пещерой Они Рассказывали Совершенно Невероятную Историю Жизни Особенно Подчеркивая Моменты Борьбы На краю Разлома Между Геном И Нами Они Раздули Это Событие До таких Невероятных Размеров Что Я Была Просто Поражена Но Мне Было Неловко Их Останавливать Так Как Совершенно Невозможно Разрушить Их Иллюзию Которая Лежит В основе Их Надежды И веры Которая Придает Им Сил И Мужество Выставать Против Гена Во что Они Верят Один Момент Меня Особенно Беспокоит Они Верили Что Я Однажды Вернусь На Ривен Чтобы Освободить Их Некоторые Полагают Что Я Свергну Гена Другие Что Я Покажу Им Дорогу В рай Я Не Знаю Что С Этим Делать Я Борюсь С собой Я Люблю Этих Людей Они Единственные Близкие Мне Но Никогда Не Ответят Мне Той Же Любовью И Это Больно Осознавать Я Бо Предпочла Быть Их Рабыней Нежели Хозяйкой Боже Мой У нее Явно Логика Как У меня С Годами По Мере Того Как Могущество Дена Возрастало Численность Моэти Значительно Увеличилась И Они Приспосабливались Скрываться Все Лучше И Лучше Сейчас Они Живут В пещерах Связанных Между Собой Ген Никак Не Может Их Обнаружить Моэти В большинстве Своем Разорвали Отношения С теми Ревинянами Которые Не Разделяли Их Взгляды Но Я Надеюсь Что Они Не Принесли Жертву Своей Семьи Чтобы Удалиться В пещеры Даже Мой Отец И Брат Все Еще На Поверхности Кстати Я не знаю Кто Ее Отец И Кто Ее Брат На Территории Принадлежащей Гену Я Очень Хочу Увидеться С ними Но И Эти Даже Не Хочет Слышать Об Этом Может Ревин Это Не Мир Который Написал Екатерина Из Которого Она Я Не Помню С тех Пор Как Жители Ревина Разделились Моэти Очень Редко Выходят На Поверхность Они О Кстати Они Очень Похожи В этом Дени Они Иногда Предпринимают Попытки Нападения На Постройки Гена Или Воруют Продукты У Обитателей Деревни Они Одевают Странные Маски И костюмы Когда Выходят На Поверхность Интересный Тоже Момент Их Приготовление К выходу На Поверхность Очень Серьезные Так Как Не Хотят Чтобы Их Кто-нибудь Видел Без Особой Необходимости Они Даже Получают Удовольствие От Того Что Там У Людей На Поверхности Их Костюмы Вызывают Ужас Напоминая Привидения Из Злых Духов Это Случилось Во время Ну Видимо Какое-то Время Прошло И Вот Это Что-то Это Случилось Во время Одного Из У У Меня Нет И Те Ни Сомнение Что Он И Сейчас Ищет Меня Конечно Теперь Я Знаю Что Меня Обманули Атруса Здесь Нет Сначала Я Была Разочарована Узнав Это И Теперь Я Даже Рада Что Так Случилось Здесь Он Был 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 Подальше Отсюда Опять же Некое Прошествие Времени Наверное Только Что Я Совершенно Четко Осознала Что Этот Мир Умирает Сегодня Я Отважилась Выйти Из Своего Убежища Чтобы Узнать Что Происходит На Острове Я Так Надеялась Что Ситуация Окажется Не Такой Как Рассказывают Майетти Но Действительность Превзошла Самые Худшие Предположения Они Уже Постепенно Смиряются С тем Что Мир Приходит В Упадок Чтобы Добраться До Поверхности Нам Пришлось Пройти Через Множество Дверей И Лабиринтов Перед Тем Как Мы Очутились У Последней Двери Мне Дали Маску Держа Маску В руках Я Подумала Какому Наказанию Я Прекрасно Понимала Что Должна Тщательно Скрывать Свои Чувства От Всевидящих Глаз Гена Затем Мы Поплыли Или Проплыли Некоторое Расстояние И вышли На сушу Скалистого Берега Яркий Солнечный Свет Слепил Глаза Воздух Был Чистый И Свежий Что Было Особенно Приятно После Долгих Недель В темных Пещерах Ай Вот В темных Пещерах Двое Мужчин Сопровождавших Меня Хранили Молчание Обмениваясь Лишь Знакомыми Знаками При помощи Рук Мы Выбирались Из нашего Убежища И пошли По Платов К направлению По направлению К вершине Его На Окраине Леса Мужчины Остановились И повернулись Ко мне Как будто Ожидая Указаний О Тот самый Лес Зарисован Кстати я Сейчас в нем Но Как это Не странно Я вдруг Обнаружил Что мне Трудно Двигаться Почувствовала Давно Забытые Запахи И ощущения Далекой Молодости На глазах Появилась Легкая Пелена И головокружение Как от Бокала Хорошего Хорошего Вина Мне Это Напоминает Ауру У меня Такого Не было Никогда Если что По крайней мере Я такого Не помню Все Пронеслось Передо мной В считанные Секунды Но За эти Мгновения Я успела Заново Пережить Свою Молодость Я Забыл Мы Недолго Находились На поверхности Но И этого Было Достаточно Чтобы Увидеть Худшее Ривен Который Когда-то Был Островом Островом А Он был Единым Островом Офигеть Раскололся На пять Частей Находящихся На расстоянии Приблизительно Полумили Друг от друга Совсем Немного Четыре Из них Принадлежали Гену И только Его Министрам Персональной Охране Было Дозволено Появляться На них И Персональной Охране Из Моего Укрытия На краю Леса Я могла Видеть Три Из них Они Были Довольно Красивы И Пестрили Высокомерными Постройками Гена Ну Да Они Очень Осуждают Постройки Гена Но Меня Конечно Они Потрясают Ну Если Так Чисто Ходишь Смотришь Также Можешь Потрясаться Конечно И постройками Советского Союза И прочими Всякими Штуками Так Моэти Редко Посещали Эти Усиленно Охраняемые Острова Здесь Есть Еще Один Остров Который Я Не Вижу Так Как Он Находится Слишком Далеко Моэти Совершенно Не Знают Что Находится На Этом Острове За Исключением Того Что Раньше Там Находилось Великое Дерево Лесной Остров Который Моэти И остальные Жители Острова Все Еще Называют Ривен Точка Что Или Не Точка Не Понимаю Но Также Они Называют И весь Свой Мир Ага Странное Предложение В общем Суть В том Что Лесной Остров Они Называют Ривен И Весь Мир Они Называют Ривен Остров На котором Находится Деревня Претерпел Значительные Изменения Он Принадлежит Жителям Ривена Но Все Более Они Ощущают Настойчивое Влияние Гена Какое-то Перемещение Я с трудом Понимаю Зарисовки На самом деле Что из Этого Всего Что Конечно Я знаю Причину По которой Может Это Да нет Не знаю Так вот По которой Распался Некогда Единый Остров А Маэти Нет Ген Создал Это Место И Оно Умрет Как и Все Созданные Геном Миры Да Ген Не умеет Писать Миры Многие Многие Обитатели Этих Миров Обречены На Гибель Я Ничего Не Чувствую Сегодня Я Ничто Я Живу В пещере В умирающем Мире Населенным Людьми Которые Они Которые Что-то Они Очень Странно Ко мне Относятся Думаю Это Происходит От того Что У них Еще Не Сформировалось Своего Представления Об отношении К Богу Я Все еще Чувствую Себя Чуждой Или Чужой Здесь Они Обсуждают Меня Рассказывают Друг Другу Какую Милость Я Проявила Выйдя На Поверхность Как я Бесстрашно Прошла Через Весь Остров Они Не Знают Меня Даже Йети Чувствуют Себя Неловко Со Мной А Временами Эта Неловкость Исчезает И Я Для Нее Просто Катран Да Я Помню Она Катран Сначала Была Но Почти Всегда Воспринимает Меня Как-то Иначе Я Боюсь Я Словно Оцепенел Сегодня Я Не Чувствую Взаимопонимания Со Своими Людьми У Меня Нет Ненависти К Гену Я Ничего Не Чего Там Не Я Даже Не Уверен В И Все Она Перечеркивает В общем По крайней Мере Нерла Еще Близка Мне Говорит Катерина Сколько Что-то Еще Читать Капец Ну Видимо Я Дочитаю Мы На Этом Точно Закончим Так Вот Я Закипаю От Гнева Я Была Такая Запись Ген Творит И Пишет Свои Книги Как Жаль Что Мне Не Сказали Об Этом Раньше А Трус Должен Был Осознавать Что Это Случится Конечно Ген Создаст Все необходимые Материалы Используя Знания Дани Для того Чтобы создать Книгу Перемещения Он Сможет Перемещаться В любые Миры Которые Он Когда-либо Создал Он Пытается Вырваться Отсюда Мы Не Заключили Его Мы Всего Лишь Его Задержали Этот Мир Стал Для него Фабрикой А Люди Машинами Еще Здесь Подчинено Его Сумасшедшая Идея Стать Богом Чтобы Воплотить В жизнь Свою Мечту Воссоздать Цивилизацию Дани Ему Очень Долго Не Удавалось Создать Нормально Функционирующую Книгу Атрус Никогда Не Верил В Рок Большой Буквы Но Я Не Знаю Как Еще Можно Это Можно Назвать Если Вернее Это Слишком Совершенно Слишком Много Совпадений Мои эти Прислушиваются К каждому Моему Слову Хотя И не Понимают Их Их Надежда Я Вернулась Я Обязана Этим Им Выбора Нет А Вот это То место Куда Мы В итоге Пойдем Интересно Прошло Довольно Много Времени После Моей Последней Записи Я Нашла Звездный Разлом Хотя Его Трудно Узнать Он Расположен На Острове Который Ревеняне Называют Элаго Что означает Бассейн Но Моети Называют Его Элаван Это Означает Звездный Бассейн Ага И здесь Есть у нас Какой-то Код Кстати говоря Это по-моему Одна из Возможных Концовок Мы можем Сегодняшнее Видео Именно этим Завершить Входом Вниз Не перемещаясь Передля До этого Никуда Не перемещаясь Короче Так вот Позволив Однажды Атрусу Выйти из Этого Мира Разлом Закрылся Тяжелым Железным Занавесом О Интересно То есть Это тот самый Разлом Звездный Который Мы видели В самом Начале Места Кстати Вы же Я наверное Вам уже говорил Сто раз Но скажу Еще раз Вы знаете Что Кажется Опять Перевыпускают Мист Мист То есть У нас Опять Выйдет Новый Мист Мне очень Интересно Потом Опять Выйдет Мист Мне очень Интересно Когда Если Люди Создадут Абсолютно Альтернативную Реальность Они В ней Сделают Еще Один Мист Или Нет Я имею ввиду Естественно Не еще Один А именно Копию Ну да И вроде бы В этот Мист Можно Играть В VR Вот Конечно Ради Этого Конечно Имеет Смысл Как Минимум Воспользоваться VR Где бы Это Было Это Конечно Было Очень Круто Так Вот Впоследствии Ген Смонтировал Над этим Местом Телескоп Комбинация К которому Была Подобрана Маэти Еще До Моего Прибытия Ну вот Соответственно Эта Комбинация Еще Давным Давно Маэти Искали Выход Из Ривена Преследуя Идею Вновь Открыть Этот Разлом Они Обнаружили Маленький Механический Переключатель Чтобы Предотвратить Удар Телескопа Об окно Че Они решили Не открывать Разлом Мне Невыносимо Тяжело Думать Что Могло бы Произойти С ними Не откажись Они От этой Идеи Я Настояла На том Чтобы Маэти Отказались От дальнейших Попыток Открыть Его Потому Что При таком Состоянии Острого Открытия Разлома Было бы Равносильно Гибели Соответственно Мы это Сегодня Видимо И сделаем Я Слышал Что Ген После Нашего Ухода Из Ривена Пытался Определить Расположение Звезд Под Разломом Он Видел Что Книга Мист Выпала Из Рукатруса И упала В это Пространство К тому же Ген Бросил В разлом Нарушителей Закона Чтобы Наблюдать За их Судьбой Очень интересно Я что Один из них Я же Нашел Соответственно В разломе Книгу Мист С этого Началась Моя История Так вот Телескоп Который Все еще Стоит Там Был Построен Специально Для этих Бессердечных Экспериментов Боже Говорят Что Они Не Умерли Но Что С ними Стало Остается Загадкой Мне кажется Я реально Один из Них Так Получилось Что Оптика Гена Не позволила Ему Узнать Их Судьбу Звездное Поле Под Разломом Это Совсем Не то Что Кажется На первый Взгляд Это Жизне Утверждающее Пространство По крайней мере Так его Описал Атрус После того Как Побывал Там Но Больше Этого Нам Так и Не удалось Понять У нас Не получилось Сделать Каких Либо Выводов Относительно Его Происхождения Но Видение Которое Приходит Ко мне Говорят Что Оно Родилось По Воле Создателя С большой Буквы Возможно Для какой-то Высшей Цели Которую Мы Пока Не В состоянии Постичь Я До сих Пор Помню Слова Из Журнала Атруса В тот Момент Когда Я попал В разлом Я Осознал Что книга Не будет Уничтожена Как я Предполагал Она Продолжит Своё падение В звёздном Пространстве Вот Соответственно Да С этого И начинается Первый Мист За За всем Этим Должен Скрываться Более Глубокий Смысл Я Не Упоминала Об этом Раньше Уникальная Форма Одного Из Великих Кинжалов Который Появился Во время Одного Из Наших Выходов Из Ривена Тот Самый Кинжал Который Стоит Вертикально На Одном Из Концов Эл Лавана Был Принят Муэти Как Символ Этих Пещер Ну да Это Святой Символ Для них Это Отражение Всех Их Доктрин Из Уродовать Этот Символ Значит Совершить Святотатство У них Есть Своё Мифическое Объяснение Его Внезапного Появления На Ривене Я Не Говорила Им Что Это Я Вписала Его В Их Мир Равно Как И Все Прочие Кинжалы Ага Понятно Вот Что Она Сделала Как Странно Что Такая Молодая Религия Может Быть Столь Непреклонна Даже К своему Собственному Богу Я Пыталась Переубедить Их В том Что Символы Содержат Так Много Силы Их Враги Используют Это Против Них Они Напуганы Символом Гена Но Они Не Хотят Слышать Что Это От Меня Возможно Мои Попытки Переубедить Их Явились Причиной Того Что Более Молодые Моети Сомневаются На самом Ли деле Я И есть Катерина Даже Так Мои Редкие Встречи С теми Кто На Острове Гена Были Совершенно Что Мои Редкие Встречи С теми Кто На стороне Гена Были Совершенно Обескураживающими Я Надеялась Наладить Связь С Жителями Деревнями Но Они Избегают Меня Господи Кажется Закончишь Однако Я Слышала Что Некоторые Сторонники Гена Думают О нем Вскоре После того Как мы Заточили Гена На Ривене Он Поместил Кинжалы Вокруг Острова Среди Жителей Ходят Слухи Что Это Был Акт Ознаменовавший Начало Периода Его Правления Те Кто Докажет Ему Свою Преданность Будут Перемещены В Новый И Лучший Мир Как ни странно Я думаю Какая-то Правда В этом Есть Я буду Продолжать Попытки Добраться До них Далее Отдельная Запись Дверь Открыта Ген Свободен И опять По прошествии Времени У Гена Есть Возможность Создавать Книги Которые Будут Работать Кстати Он Создал Один Мир Еще До Моего Прибытия Сюда Но Он Настолько Хорошо Прячет Своё Достижение Что Только Самые Приближенные К нему Люди Знали Об этом До Настоящего Времени Я Не Уверен Возможно Он Создал И Больше Другие Новости Несколько Лет Назад До Того Как Моэти Были Вынуждены Прятаться Одному Удалось Украсть Нечто Что Представляло С собой Книгу Которую Ген Намеревался Уничтожить Она Была Написана Но Не Действовала Они Не Говорили Мне О ней До Недавнего Времени Потому Что Они Думали Что Это Не Имеет Никакого Значения Тогда Ни Одна Из Книг Гена Не Работала Но Вместо Того Чтобы Решить Проблему В Корне Он Обвинил В этом Плохую Древесину Лесов Ривена И Отправил К своему Инженеру На Механическую Доработку И Исправление Существующих Недостатков Которые Можно Устранить В Куполах Одним Из Следствий Этого Поспешного Решения Явилось Что Купола Потребляли Слишком Много Энергии И Решение Этой Проблемы Не Позволило Дену Добиться Успеха Еще Довольно Долгое Время Мы Подключили Энергию К Куполам В конце Концов Ему Удалось Закончить Работу И У него Наконец Появилась Возможность Переместиться В другой Мир Но Он Совиата Хранил Свою Тайну Однако После Долгих Усилий И Размышлений Он Создал Модификацию Куполов Использование Которых Совершенно Очевидно Вдохнув В его Книги Новую Жизнь Чего Ну Ладно Ой Возможно Он Хотел Заманить Нас Используя Книги В Куполах Ну Вот Как раз Книги В Куполах Он Не Может Думать Что Мы Клюнем На Эту Наживку Но Он Также Не Мог Знать Что У Нас Есть Одна Из Его Книг Та Что Была Украдена Прочитала Книгу Дена Мир Который Описан В ней Не Мог Бы Подойти Моей Амой Эти В качестве Нового Дома Его Нужно Преобразовать Даже Так Я Буду Думать Попросила Некоторых Из своих Людей Подобрать Комбинацию Которая Откроет Купола Ну Вот У У Меня Есть Такая Комбинация Как Только Мы Откроем Их Мы Сможем Управлять Книгой Созданной Геном Я Не думаю Что Ген Нам Сможет Помешать Возможно Здесь Как раз Зарисовано Как Мы Эти Смогли Бы Жить В мире Созданном Геном То есть Там Наверное Не было Этого Такого Как Сказать Дерево Купола Города А теперь Есть А Вот Соответственно Этот Кинжал Который Сделал Разлом И Вот Это Вот Как Его Господи Телескоп Или Что-то Такое Как Можно Смотреть Мисс Начала Описывать Мир Для Моэти Сейчас Необходимо Раздобыть Вторую Книгу Гена Чувствую Какую-то Напряженность Это Притупляет Мои Видения Ночные Кошмары Нелла И Эти По-прежнему Близки Ко-мне Сколько Там Еще Так Раз Два Господи Неужели Я Сегодня Не Смогу Дозаписать До Конца Наверное Не Смогу Просто Сил Не Хватит Слишком Много Текста Столько Всего Произошло Почти Все Готово Мы Достали Еще Одну Книгу Но Я Беспокоюсь Ген Будет Искать Ее Мы Также Подобрали Комбинации Ко всем А Ко входам В купола Но Нам Не Удалось Найти Способ Как Управлять Ими Благодаря Книгам И Куп Владея Извините Книгами И Куполами Гена Мы Мы Сможем Переместиться В Новый Мир Но У Нас Будет Доступ В Купола Только На Очень Короткое Время До Того Как Нас Обнаружат Следовательно Мы Сможем Воспользоваться Куполами Только Один Раз Я Должна Найти Другой Способ Заставить Книги Работать Изображения В книге Гена И В нашей Подгоревшей Кажется Обладают Одним И тем Же Недостатком Если Они Недееспособны Изображения Темные Возможно Прояснить Изображение Только С помощью С помощью Чего-то Там Впишу Материалов Мир Для Маэти Материю Ага Ну вот Соответственно Здесь Показано Как вот Она На книжку Надевает Такую Штучку И это Помогает Так же Как Геновские Вот эти Купола То О чем Он Собственно И писал Все Готово Теперь Единственное Что мы Можем Сделать Это Ждать Сообщений От Тех Кто Наблюдает Как Ген Управляет Куполами Когда Мы Узнаем Это Мы Получим Доступ В один Из Куполов Гена И Достаточно Долгое Время После Перемещения В мир Который Я Создам Мне Ой Сейчас Знаете Все это Читал 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 Я кажется Наконец Понял Как Мы Могли Понять Цвет Который Относится К куполам Потому Что Тот Цвет Он соответственно Соответствовал Вот этим Глазкам А Глазки Ну Вот Эти Символы Мы могли бы видеть на крутящихся штуках Когда мы останавливаем купола Там вот эти вот крутящиеся штучки И там потом в итоге видно глаз в каком-то виде И если соответственно Посмотреть соответствие Глаз И их местонахождение С цветами Можно было потом понять Какого цвета мы ставим шарики Господи Вот как это делается Капец Так вот После перемещения в мир Который я создам Мне остается только Расположить окно В книге И очистить изображение Размещение окна Над изображением Позволит исправить Недостаток этой книги И заставит ее работать Я смогу использовать Обе книги гена И нам Не нужно будет полагаться На купола гена Я смеюсь Над своими планами Я сейчас Говорю как Атрус Я Рискую Жизнью Но я не чувствую Страха Только легкое беспокойство Возможно Это и есть причина Моих Ночных кошмаров Разлом Как огромная рана Она окрашивает Почву ривена В цвет крови Я держу Кинжал Маэти Голоса становятся Все громче Со своей стороны Маэти Имеют полную Уверенность Что я Выполню свою задачу И приведу их В лучший мир Это исполнение Их пророчества Но они тоже Напуганы И напряжены Я не представляю Что они подумают Или сделают Если моя миссия Потерпит неудачу Соответственно Проходит какое-то время Все Это выглядит Слишком хорошо Чтобы быть правдой Мне все еще кажется Что это только сон Мы уже эвакуировали Всех Маэти В этот новый мир Это прекрасно И я довольна Наконец Мои люди будут В безопасности И комфорте Они без страха Смогут жить Под чистым небом И наслаждаться Своей свободой Они счастливы Они назвали его Тей Но осталось Много дел Мы еще Не защищены Единственный путь Полностью Обезопасить Это место Уничтожить Книгу Перемещения Сюда Из Ривена Но я совершенно Не знаю Как Преподнести Это Маэти Они совсем Не желают Уничтожать Единственную Связь С Ривеном Я Разделяю Их колебания Таким образом Я раздобыла Свою Единственную Связь Но Ради них Это должно Быть Сделано Разорвало Бы Свою Единственную Связь Все Я понял И я Разорвал Бы Все Она Их Понимает Потому что Она Разорвал Единственную Связь Я Беспокоюсь Не вызвала Ли наша Активность Подозрения Гена Если так То мы Должны Действовать Быстрее Но даже Если это Действительно Так Я чувствую Что Сейчас Мы Неприступны Завтра Я возвращаюсь На Ривен Чтобы Посмотреть Как Среагирует Ген На моё Появление А сегодня Я Наконец Могу Отдохнуть Это Конец Её Дневничка Соответственно Если мы Сейчас Прочитаем Записочку То Поймём Что Было Дальше Вот она Я пишу Из моей Тюрьмы Очень Тороплюсь Нела Вернёт Тебе Книгу Опа Которую Забрали У тебя Когда Ты Прибыл Сюда После Того Как Я Изучила Книгу То Пришла К выводу Что Атрус Написал Её С какой-то Целью Возможно Ген Захочет Воспользоваться Ею Хотя У него Могут Возникнуть Подозрения Если Тебе Удастся Найти Мою Тюрьму Тебе Понадобится Секретная Комбинация Чтобы освободить Меня Ген Хранит Её В своём Доме Интересно Затем Я полагаю Мы Должны Подать Сигнал Атрусу Я догадываюсь Как это Можно сделать Но Не Подавай Сигнала До тех пор Пока Не освободишь Меня Катерина Да здравствует Лор Все знают Что лор Это знание Теперь Вы знаете Знаете Что Я Пожалуй Хочу Загрузить Всё-таки Да Я всё-таки Сделал Два Одинаковых Сейва Так Я и думал Я хочу Что-то Загрузить А что Я хочу Загрузить Это Вопрос Наверное Вот Это Наверное Вот Это И Я хочу Попасть Куда Наверное На самый Первый Экран Если Я попаду На самый Первый Экран То Из Него Я Смогу Попасть Куда Из Него Я Смогу Попасть К Этому Телескопу Смотрящему Вниз И Когда Я Попаду Туда Я Смогу Что Я Смогу Попробовать Вести Комбинацию Которая Должна В Теории Полностью Всё Уничтожить И Это Конечно Будет Не Самый Веселый Конец Этого Видео Но По крайней Мере Он Покажет Нам Ещё Один Вариант Так Как бы Концовки Если По крайней Мере Всё Получится А вот Оно И Это Место Давайте Я Сохраню Наверное Вот сюда Да Какая-то Комбинация Да Один Один Пять Один Три Я всё ещё Не очень разбираюсь В счёте Дэни Поэтому Посмотрел По Таблице Один Один Пять Один Три Нет Да И Что Я Не знаю Чё-то Как-то Эту Штуку Вроде Опустить Можно Было Я Не Помню Как Чёрт Так Нет Ну Вот Сейчас Вернусь Опа Так Что-то Попёрло Вот Этот Важный Тоже Момент Я Не знаю Что Я делаю Но Я делаю Какую-то Стрёмную Штуку Я Типа Запускаю Супербомбу Или Чё-то Подобное Чё-то Атрус Приходит И говорит Типа Ты с этим Долбанулся Как долго Где Катерина Книга Пуста Я Не понимаю Ты Не понимал Отец Отец Я Тебе Больше Не Отец Потому Что Ты Больше Не Сын Я Не знаю Что Ты На самом деле Передумал Спасибо Наконец Я Свободен Офигеть И опять Приходится Все это Завершать Не пойми Как Через Альф Ф4 Короче Пока Что На этом Все Я знаю Что Это Плохая Концовка И все Такое Прочее Но мы С вами Еще Посмотрим Другие Плохие Концовки В том Числе И хорошую Конечно Тоже Посмотрим В общем Всем пока Что Бай И Ну Может быть Хоть В следующий Раз Мы Закончим Ривен Посмотрим Не знаю Уже Бай